сегодняшняя проповедь основана на исторических событиях на событиях которые когда-то имели место среди израильского народа кто из вас не знает христианская вера называется иудеи христианской верой потому что кристос приходит из израильского народа и христианского выходит оттуда имеет свои корни и мы знаем что ветхий завет когда писался он писался для народа израильского в наставление всем остальным народом и часть ветхого завета описывает историю израильского народа в которой мы можем иметь очень много важных для себя уроков и моя молитва сегодня о том чтобы господь для каждого из нас свой урок донес для нашего сердца чтобы что-то сегодня поняли мы все прекрасно знаем что в жизни есть вещи которые являются важными есть вещи которые являются какими второстепенными не важного не бывает просто бывает что-то важнее что-то менее важно то есть второстепенное вот пример является ли вот еда чем-то для нас важным или это все же таки второстепенное важно в сравнении с чем сравнение с ее отсутствием далее в сравнении со смертью но на самом деле бог сказал не хлебом один будет жить человек но всяким словом исходящим из уст господних оказывается еда является второстепенной не первостепенной важностью когда вас отвергли человек который вас сильно любил и отверг но вам не кажется что вам булочка поможет даже булочка с маслом не поможет потому что она не настолько важно вам нужно слово ободрение нужно чтобы кто-то дал вам душевное тепло а вот материальные благо они важны или они тоже второстепенные вот важно иметь одежду а красивую а чистую а модную но слово божье говорит что мы пришли в этот мир какими одетыми от гучи да кто-то из вас родился вообще одетый человек артём можно сделать микрофон тише чтобы я меньше своих голосовые связки то из вас оделся родился одетым вот я таких не знаю и когда человек умирает он тоже с собой ему вообще без разницы во что вы его оденете и вам будет все равно хотя люди там готовятся понимаете да слово божье говорит а вот здоровье это важно это очень важно потому что быть здоровым человеком это это хорошо но у меня для вас есть плохие новости люди жертву здоровьем ради чего-то большего оказывается какие-то моменты здоровье здоровье не такое важное когда есть что-то ценнее важнее главнее более того рано или поздно здоровье у всех заканчивается и наступает вечность а работа это важно или не важно важно для лентяев это особо важно ну мы тоже понимаем важно но она второстепенно в сравнении с чем-то больше правда да потому что с работу увольняют там мало платят потом начинают не нравится но есть что-то без чего человеку жить невозможно и богу угодить тоже невозможно но сегодня посмотрим на один отрывок из первого книги из первой книги царств и 2 главы в румынской либре это первая книга самуила 2 глава что происходит в этот момент как вы помните исторически народ израильский оказался в египте где египтяне поработили сделали своими рабами они там провели более 400 лет и бог потом чудесным образом свой народ выводит из рабства выводит их из страны где где у них не было никакой власти этих шансов не было выйти но бог поражает египет десятью казнями и выходит свой народ оттуда выходит так что египтяне уже выгоняли уходите да они добровольно не хотели относить и господь навел 10 казни на египет да они выходят они идут по пустыне 40 лет и потом они приходят в ту самую землю обитованную который бог обещал дать еще обра в этой земле они обустраиваются они строят дома города рожают детей выходят замуж женятся работают борются с врагами у них налаживается жизнь все как-то начинает обустраиваться при этом у них налажена и какая-то тоже духовная жизнь потому что есть линия есть священники первосвященники есть жертвоприношения люди понимают что богу нужно обращаться богу нужно молиться что они грешны нужно раскаиваться однако при вот этом социальном можно сказать социальной более-менее стабильности и там какой-то религиозности все равно рано или поздно было что-то не так у них не было царя и время от времени бог поднимал людей которых называли судьи то есть они судили народ либо не были какими-то лидерами но состояние народу было примерно такое это описано книги судьи до этого 17 в те дни не было царя в израиле каждый делал то что ему казалось что справедливо вот было когда то что вам кажется что вот так справедливо а кто-то другой говорит другую точку зрения вот так справедливо так так или так как справедливо и вот народ жил так что у них как будто бы не было правильного ориентира хотя у них был закон божий хотя они могли обратиться к закону божьему не понять что есть справедливо мы видим что рано или поздно вот эти вот люди вроде бы народ божий он впадает какие-то там проблемы видала поклонства их порабощают вот эти народы соседние с которыми они там воюют потом боги избавляет от этого они раскаиваются потом опять это волнами происходит происходит волнами но жизнь людей качественно не меняется как будто бы все вы знаете вот проблема богу бог избавляет пока ли все чисто ладила а потом опять они падают куда-то в какой-то грех опять проблемы вот так вот раз за раз вот это вот не верили безбожий плотской образ жизни он коснулся абсолютно всех людей он коснулся и в том числе скинье дома скинье дома божьего и религиозные скажем так вопроса поклонения в том числе то время священниками первосвященником был так называемый первосвященник или и у него были сыновья и вот то как они жили очень сильно отразилось на всю нацию мы знаем что после этого человека восстает самуил который будет и священником и пророком человек который попробует сделать реформацию в народе израильска но давайте почитаем во второй главе о том что происходило и чему бог может нас научить мы будем с вами читать с 12 стиха и так самое главное что в жизни нам надо и первое что мы должны подчеркнуть самое важное это знать бога 12 сыновья же или и люди негодные они не знали бога вот такая вот очень короткая информация об этих людях вот что можно ожидать от человека который не знает бога ответ очень простой что угодно что угодно такого можно ожидать почему потому что он не знает бога у него нет страха божьего самое важное для нас сегодня это знать бога здесь говорится о людях которые взяли даже на себя служение какое-то которые трудились доме божьем они не знали бога они знали ритуалы они знали порядок жертвоприношений они знали истории своего народа они возможно учили других людей они были заняты с утра до ночи были в работе близки не встречали провожали людей но бога и не знали это трагедия человека если человек не знает бог чтобы он не делал это не имеет вообще никакого значения при всей религиозности нет ничего более трагичного и посмотрите как таких описывает господь они были люди негодные за не кто такой негодный человек пару слов они они были из колена левия из рода священников то есть родивший стан у них как будто бы не было выбора только этим они могли заниматься и даже в 3 чисел говорится что эти люди они не будут иметь ни своих земель и своих участков ни другой работы их работа будет вот жить при скине и это будет то что будет кормить и бог заявил что это будут особые люди о которых бог будет сам заботиться потому что они будут служить господь они имели в эту привилегию которую не имели другие колена израил но они описаны как люди негодные негодные это означает нечестивый развратный развращенный вы знаете когда евреи переводили ветхий завет еврейского на греческий помните александр македонский сделал мир греко-говорящий вот когда они переводили вот это вот слово негодное знаете когда не перевели язва море зараза чума чумовые такие заразные ребята всеобщая погибель да трупный запах такой вот таких шел от этих ребят люди нечестивые от которых вот от их жизни как будто бы плохо пахло вот все что они делают оно было пропитано грехом развратом нечестью нечестностью негодяи негодные правильно негодяи знаете я сегодня думаю думаю о том в каком мире мы живем думаю о церкви смотрю на людей я знаю многих кто знает бога их так не опишешь но мы должны задать себе вопрос каждый себя должен спросить знаю ли я бога или бог меня опишет как человека негодно потому что если человек не знает бога он негодный человек все к чему он прикасается будет разваливаться она не будет нести божьего света она не будет пропитаны евангельской вестью любовью божьей можно исполнять ритуалы приходить собрания жертвовать деньги ведь самую красивую библию читать ее с утра до ночи и все равно оставаться негодным человеком может даже активно участвовать в жизни религиозной жизни нести служение занимать важные посты родиться верующей семье все равно не знать бога все равно при этом не знать бога и это трагедия может ли быть что-то страшнее я вам скажу такую вещь моё желание моё единственное желание по-настоящему как отца знаете какой когда пристану перед господом чтобы со мной рядом стояли мои дети мне больше в жизни надо честно мне больше в жизни на самому там оказаться и чтобы рядом со мной стояли мои дети моя семья жена был там точно поэтому то что они родились верующей семье это еще ничего не значит знать бога лично вот что важно ходить собрание это еще не значит стать бога лично вот что важно когда-то апостол павел писал церкви коринфянам и он пытался знаете их немножко встряхнуть и горит отрезвитесь как должно и не грешите ибо к стыду вашему скажу некоторые из вас не знают бога представьте себе люди в церкви он говорит я посмотрю на вас меня ощущение чтобы бога не заняться такая жизнь годами люди прибывают церкви не знают бога христос сказал что не всякие говорящие не господи господи а кто говорит господи господи это люди какие очень верующие религиозного господи не дай боже вот дал бы бог не дай господь все но не всякие говорящие господи 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 войдет царство небесное а как в одну исполняющую волю отца моего многие в тот день скажут мне в последний день когда пристанут пред господом на велике суть господи господи нет твоего ли имени мы пророчествовали не твоим ли именем без обеспечивали не твоим ли именем чудеса творили он сказал скажет им в ответ что он скажет я никогда не знал вас кто вы такие вы меня не познали я вас не было ничего отойдите от меня делающий язык поэтому самый важный вопрос сегодня знаем ли мы бога знаю ли я бога лично знаю ли его прощение знаю ли я силу божью в своей жизни знаю ли я что такое жить в смирении перед великим богом знаю ли я силу воскресшего христа знаю ли я ту надежду которую бог дает и это просто какая-то игра когда-то апостол павел написал такие слова послание к филиппийцам он описывает свою жизнь каким он был до того как он встретился с господом и после и он приводит сравнение говорит но что для меня было преимуществом положение рот в котором родился религиозная принадлежность социальная языковая этническая финансовая все что я считал преимуществом для себя все что я думал делать меня особенным человеком и есть для меня делает меня больше и выше в глазах других людей вот это все ради христа я почел читать за мусор да я все почитаю читаю ради превосходства познания христа иисуса господа моего я для него от всего отказался и все почитаю за сорт чтобы приобрести христа знать бога сдать христа это самое великое что может быть наша жизнь все остальное оно второстепенное все остальное оно незначительное все остальное не важно на самом деле первое знать бога второе знаете выполнять свой долг перед богом если вы знаете господа то следующее два с двенадцатого стиха мы прочитаем и до 16 сыновья же или были люди негодные они не знали господа и долго священников в отношении к народу то есть не было ни вертикальных отношений неправильных горизонтальных отношений эта зависимость всегда есть на те люди иногда пытаются выстроить выстроить отношения с человеком но с богом неправильно строят отношения так вот сначала нужно с богом правильно выстроить отношения и тогда ты будешь знать как с людьми выстраивать отношения когда кто приносил жертву отрок священнический один из его сыновей во время варенья мяса приходил свинтой в руке своей и опускал ее в котел или в кастрюлю или на сковороду или в горшок и что вы не длил кота убрал себе священник так поступали они со всеми и зарытянами приходившими туда в селом селом это место где стоял скинь и переслужили даже прежде нежели сжигали тут приходил утро к священнический и говорю принесящему жертву дай мясо на жаркое священнику он не возьмет у тебя вареного мяса дай сырое смысл сейчас мы об этом поговорим если кто говорил пусть сожгут прежде тут как должно а потом восьми себе сколько пожелает душа твоя то он говорил нет теперь жидай а если нету силою возьму игре этих молодых людей был весьма велик перед господом ибо они отвращали от жертвоприношений господу сыновья священника или они не только не знали господа они еще плюс к этому не знали своего долга перед богом они не выполняли правильно свое служение они неправильно относились к людям то что они делали отвращала людей от господа и они прекрасно это знают вот вы знаете надо люди приходят и они задают вопросы как вот у меня проблемы с кем-то вот не знаю как решить вот люди такая так у меня все так не вопрос чек с которому не по проблемам пытался ли ты его познакомить иисусом христом либо в результате твоих дел и твоих поступков этот человек потом отвернулся навсегда от господа это очень важный вопрос потому что человек говорит что он верующий его жизнь должна притягивать людей богу они отталкиваются если она отталкивает вопрос какой же он беру что же вообще происходит священники которые служили при скинии они действительно имели право на то мясо которое приносило жертву люди приносили там какого-то как оно происходило жир и внутренности сжигали на жертвенники вот это было жертвоприношение а мясо отдавалось священникам с этого они жили потому что у них по закону не могло бы ни земли не бизнеса ничего с этого они жили это было это был божий путь как паза позаботиться о тех кто посвятил себя богу на служение и когда это было больше когда-то было меньше но они должны были довольствоваться и полагаться на бога что господь позаботиться и был определенный порядок когда они могут взять вот это мясо когда они могут зависимость этого какая жертва об этом мы не будем говорить потому что там много раз жертвоприношений было и тогда иногда нужно было варить мясо и сыры им отдавать и так далее но поскольку у них не было личных взаимоотношений с богом все что они делали было абсолютно неверно они поправили все божьи постановления и делали что считали нужным алчность стала весьма непреодолимой силой они не смогли победить дай мне сейчас то что я хочу все у меня я ничего очень больше ничего не хочу знать страха божьего конечно же не было а потом они потеряли совесть перед людьми знаете когда у человека нет страха божьего то рано или поздно он уже даже людей не боится он уже делает что он хочет и люди для него это просто становится препятствием чтобы он получил свое они стали наглыми и бессовестными алчными людьми и вели себя свои права как священников они подняли выше прав других людей конечно почему мы здесь главное решили мы будем а то вы таки и конечно же оно не могло быть без последствий вопрос поклонения богу среди людей начал терять вообще свою актуальность свой авторитет то есть как будто бы бога уже нет осталось понятие рутина делаем 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 и все что бог заповедовал быть святым они все это порочит потому что не знали не бога не своего долга не выполняли и как результат он все начал бесчесть из самого бога они бросили вызов господу написано что они отпрощали людей от жертвоприношений когда апостол павел писал про таких людей первом послании тимофеевом говорит что для оскверненных и неверных нет ничего чистого но оскверненные и умных и совесть они говорят что знают бога а делами отвлекаются будучи гнусны и непокорны и не способны никакому доброму делу то есть все к чему прикасаются и руки будет испачканно и сквернено каким-то грехом все будет пахнуть очень плохо потому что люди негодны результаты стараний был следующий люди отвращались от жертвоприношений вот подумайте на мгновение почему это было так плохо не потому что они получали меньше мяса не в этом сумме когда человек принес жертву о чем это говорила самому человеку и всем окружающим это говорило о том что человек нуждается в боге это говорил о том что человек в чем-то раскаивается говорил о том что я смиряюсь перед господом потому что за мой грех я должен быть на этом жертвене у меня надо забрать жизнь но вот животное которое его кровь проливается для того чтобы бог меня считал невиновным само понятие милости бога потеряла вообще свою суть потому что когда люди не приносили жертвы означает что они не признавали себя грешниками это означает что они не могли получать милость божию божье прощение это зачастую что бог более не становился в их глазах справедливым милующим и строгим к греху это означало что вся жизнь всей нации медленно но уверенно что делает дегратирует потому что когда люди не обращаются к богу они не могут получить божьей милости они наоборот укрепляются в своем беззаконе сердца становятся грубыми черствыми и бога народ начинает забывать служение должно было иметь обратный абсолютный эффект но когда человек не знает своего ни бога ни своего долга перед богом по-другому не может быть давайте немножко практически поразмышляем сегодня здесь присутствует и отцы и мужья я надеюсь знающие бога какой ваш долг перед богом какой мой долг тоже какой наш долг перед господом быть пастором своей семьи правильно это означает что бог посадил вас за руль и никто другой там сесть не может даже если вас оттуда кто-то хочет даже если она хочет вас подвинуть у мужчин желание не быть таким человеком но выбора у него нет сплошь и рядом встречаешься именно с этой проблемой когда мужчины не очень хотят быть за рулем не очень хотят быть пастырями своих семей не очень хотят быть пастырями не очень хотят вести почему да проще чтобы ела это сделала если что-то не так она будет виновата пойти как просто она захотела я вот сделал как она захотела теперь все вопросы к ней а моя хата с краю ничего не знаю нет ты ответственный это твой долг перед богом мой долг перед богом когда я предстану перед господом бог спортом быть а куда ты направил свою семью своих детей жену свою я возложил на тебя эту ответственность ты глава семьи так вот если не знаешь бога будешь как эти люди а если знаешь бога есть шанс и шанс быть хорошим пастором своей семьи обеспечивать свою семью не жаловаться не ныть знаете как сегодня некоторые говорят у нас на стране заработать нельзя все бросил семью свалил куда-то серьезно а почему у других получается тебе не получается может надо побольше стоять на коленях приложить труд какой-то смириться перед богом перестать мечтать о себе как и в великом труженике надеяться на господа и бог благословит просто очень просто всех обвинить потому что сам может быть не прилагающий знаменитый свой долг мужчины быть жертвенными нетребовательными любящими как христос иметь служение какое-то братья посмотрите не на меня на христа имейте ли вы какое-то служение сегодня в церкви если нет вам нужно об этом подумать озаботить свое сердце задать себе вопрос имею ли я служение перед господом знаю ли я свой долг в церкви божьей если вы жена мать сестра в господи к вам тоже вопрос умеете ли вы почитать своего мужа это не твое дело какое он бог себя спросит если ты научилась его почитать а не то какой он с него будет свой спрос это же самая большая проблема он меня не любит а что я его должна почитать да должна потому что так Бог сказал все он пастор твоей души сестры когда у вас есть вопросы богословские задайте их дома своим мужьям в первую очередь пусть попотеют в библии в руках и дадут вам основательный библейский ответ а когда не смогут ответить вот тогда пусть звонят мне ну или другим братьям а то знаете как сестры в салат и паспорт у вас такие вопросы проблемы спроси мужа а мой муж ничего не знает помоги ему поставь его в положение чтобы он поискал чтобы он знал свой долг перед господом и ты свой долг знай слази с руля это не твое дело твое дело поддерживать помогать Бог создал женщину быть помощницей так или нет никто аминь не хочет сказать обустраивать домашний очаг да это дело женщины это дело помощницы не мужчина должен работать восемь часов и потом приходить готовить обед ужин завтраки на всю неделю вперед а жена дома только ногти себе красит если вы такую жену воспитали то не жалуйте что вам нечего кушать да это и его ответственность и ее долг перед Богом сестры у вас со служением проблем нет вас что не попросишь вы все готовы даже скоро проповедуют будут готовы да не надо рваться на кафедру это не ваше дело это не ваше дело мы как дети вдруг есть родители какой у нас долг перед родителями если вы еще в доме отца и матери у вас долг быть послушными почитать родители если мы уже выросли наша наша ответственность нести заботу если вы в служении какой долг ваш перед Господом в вашем служении какое у вас сегодня служение знаете человек познавший Бога он не может просто сидеть без служения спросите брат Виктор откуда ты это знаешь потому что я познал Бога в 13 лет я вам скажу с 13 лет у меня всегда было какое-то служение в церкви когда-то оно было очень незначительное может быть даже незаметно но оно всегда было знаете всегда в сердце было желание хочу что-то сделать для Господа хочу ему угодить как сегодня ты выполняешь свой долг перед Господом могут ли люди которые с тобой соприкасаясь сказать пообщавствуешь с этим человеком я хочу больше любить Бога либо они отворачиваются и уходят третье о чем мы должны понять здесь нужно знать Бога нужно знать свой долг нужно знать и исполнять Божий Божий закон Божий заповедь давайте прочитаем двадцать трое двадцать третий стихи или же был весьма стар и слышал все как поступают сыновья его со всеми изоритянами вы почитайте дальше и что они спят с женщинами собравшимися у входа в скине и собрания и сказал им для чего вы делаете такие дела ибо я слышу худые речи о вас от всего народа вот представьте себе состояние этих людей что с ними вообще происходило в его жизни в их сердцах они открыто грешили тяжкими грехами служители Божьи провозглашали моральные стандарты которые сами же и нарушали все потому что они не знали Бога к скине и когда приходили женщины они не могли заходить во внутренний двор и они оставались вне такое устройство есть только три варианта либо это уже были блудницы либо это были жены тех которые пришел приносить которые приносили жертву либо они сами приходили на поклонение в любом случае их никто не оправдывает их дела и их решения тоже под большим вопросом здесь можно долго искать виноватых но мы говорим об ответственности об ответственности именно этих людей когда эти грехи сексуального характера они самые обольстительные потому что они вовлекают тело человека есть много людей которые смогли перед всем устоять кроме этого они смогли там может быть пройти трудности болезни переживания стрессы решения чего-то тюрьмы даже но в этом они не устояли только подумайте сколько людей из-за блуда потеряла все в своей жизни недавно я сижу с этим человеком разговариваю он говорит есть на работе один человек у него жена дети но у него две семьи оказывается потому что он грешил с женщиной с работой та забеременела и вот теперь он живет и содержит две семьи ну поскольку от этой уйти не может там жена, дети а тут тоже не хочет спросить потому что там тоже у него ребенок есть вот все что он зарабатывает все уходит на то чтобы обеспечить и этих и этих какой-то сумасшедший дом кто твоя жена а кто твои дети ну их много вот в машине корсит а туда садится жена с этими детьми что она думает в этот момент люди заблудов все теряют миллионы сирот по всему лицу земли только потому что блуды ничто другое сотни тысяч преступлений заболевания убийства кражи и всякого рода греховные дела народ израильский многократно отпадал от Бога именно по причине сексуального греха и Бог осуждает это Бог ненавидит всякого рода блуд поэтому он установил какие-то моральные устои когда человек должен придерживаться и придерживаясь он будет иметь Божие благословение в законе Божьем было написано не должно быть среди народа израильского ни блудницы ни блудника то есть нужно особо бодрствовать чтобы не впасть в это искушение я многократно встречаю людей которые заплатили очень высокую цену потому что просто они по бодрству рано или поздно оно все вылазит наружу рано или поздно оно все равно даст себе знать просто подумайте если бы люди проявили воздержание по этой причине многие бы сохранили свою жизнь не падали бы с третьих этажей никто бы их никуда не выбрасывал не пришлось бы делать убийства аборты сохранилась бы жизнь если бы люди проявили верность Богу то они бы проявили бы и супружескую верность семья бы не пострадала не было бы никаких заболеваний разврата сегодня не было бы порнозависимых это тоже блуд когда люди часами пропадают в интернете а потом они хотят все это что сделать практиковать в жизни не понимая всю абсурдность и греховность самого греха не было бы беременных подростков это большая да дорогие если бы люди проявили благоразумие и страх Божий не было бы ни бесконтрольных хаотичных связей ни гомосексуализма ни всех этих ЛГБТ Ю плюс плюс минус всего этого разврата в народе израильском за прелюбодеяние побивали камнями вот скажите это жестоко или нет жестоко правда да это очень жестоко но Бог назначил такую меру для того чтобы люди увидели не жестокость побития камнями а суровость самого греха против Бога и если одного человека из всего города побили камнями другие бы дважды подумали прежде чем впадать в этот грех кстати за непочтение родители тоже побивали камнями если ребенок своему своей маме или своему папе говорил там какие-то плохие слова его уводили и тоже побивали камнями потому что один пример становился уроком для всех остальных и это говорит о том как Бог серьезно относится ко греху сексуальность это замечательный дар от Бога который человек должен хранить только для одного человека для своего супруга своей супруги точка больше не для кого только для своего партнера по жизни только тогда это может быть благословением по другому это все заканчивается вот что Бог говорит о людях которые живут в блуде и не раскаиваются 1 коринфянам 6 глава этому посвящена или не знайте что неправедные царство божие не наследуют риторический вопрос конечно не наследуют не обманывайтесь ни блудники ни идолослужители ни прелюбодеи ни малопитные пассивные гомосексуалисты ни мужеложники активные гомосексуалисты ни воры ни вихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царство божие не наследуют если человек не раскаивается означает что он не знает Бога он не знает своего долга перед Господом он его не может выполнить он не знает и не выполняет Божьих заповедей независимо от того как человек как высоко он стоит какие у него заслуги Божьи заповеди для всех одинаковые что можно было ожидать от общества и от страны где духовные лидеры страны так живы что можно было ожидать можно ли было ожидать что нация израильского народа будет процветать в этот момент конечно нет конечно нет насколько важно то что мы сегодня говорим их отец знал об этом но посмотрите он их предупредил но ничего не сделал он не проявил никаких действий чтобы их остановить он просто говорил им для чего вы делаете такие дела ибо я слышу вас не сильно хорошие от всего народа нет дети мои не хороша малова которую я слушаю вы развращаете народ к Господу он говорит если человек согрешит против человека то помолится о нем Богу если человек согрешит против Господа то кто будет о нем молиться но они не слушали голос Отца ибо Господь решил уже предать их смерти он их предупредил но он их не снял со служения он их не отстранил он не предпринял каких-то важных шагов Бог хочет чтобы мы его знали его заповеди чтобы мы их исполняли чтобы мы жили по Божьему Слову не только знаете о нем говорили сегодня все говорят о Божьем Слове сегодня все говорят о заповедях я вам скажу как пастор и душепобечитель вся проблема людей в том что они знают но не делают то что знают вот в этом вся проблема знают но не делают а вот те что делают у тех все в порядке потому что они не только знают но и делают Слово Божие должно стать практичным им надо жить они говорят ну там написано я все равно знаю как надо да но это не для нас сегодня вот времена изменились но и другие жизнь другая Слово Божие универсальные принципы Божьи никогда не меняются их нужно исполнять всегда четвертое знать важно Бога свой долг перед Господом важно знать исполнять Слово Божие важно знать время посещения Бога важно знать время посещения нет детям и не хороша волва которую я слушаю вы развращаете народ Господь если согрешить человек против человека то помолятся о нем Богу но если человек согрешить против Господа то кто будет ходатай нет но они не слушали голос Отца Своего ибо Господь решил уже предать им испекти как важно знать когда Бог посещает нас как важно знать этот момент когда Бог обращается в сердце и твое сердце знает что нужно откликнуться в этот момент почему же Самуил не предпринял ничего радикального можно только догадываться вы знаете семейные отношения оказались важнее наверное оказались важнее покрытие грех закрыть глаза потому что ну все-таки мои дети ну что им покусить ну это же мои дети вот ничего не могу сделать пророк Самуил попал в такую же проблему потому что его дети точно так же поступили и он тоже ничего не понимал более того царь Давид муж по сердцу Божьему имел проблемы с своей семьей со своими детьми по той же самой причине двойные стандарты когда Бог призывал каким-то решительным действием он их не предпринимал благочестивые люди должны справиться с собственным домом они должны наставить и к сожалению не у всех это удается я уверен что Бог многократно обращался раз за разом но они не слушали голоса с вас такое ощущение что это люди дошли до точки невозврата знаете когда уже когда уже человек слеп он уже ничего не видит он решился как-то беседовал с одной молодой женщиной девушкой она вот она стала на путь греха и пришлось ее обличать знаете что она мне сказала она говорит ну я уже смирилась что я так буду жить я ее спрашиваю ты смирилась с грехом серьезно я уже ничего не могу сделать и я понимаю что возможно этому человеку уже невозможно помочь неужели можно смириться с грехом вспомните пример фараона бог говорит ну она спустя народ вот если вы читали мосход вы видите написано zitten свое сердце еще раз потом еще раз ожесточил а потом написано плохо же защищу сердце знаки в этот момент пор он уже не мог ничего другой потому что он уже с начала же сначала же сейчас свое сердце потом во говорит все теперь я тебя столько раз посетил я столько раз призвал тебя И ты продолжал ожесточать свое сердце. Неужели ты не понял времени посещения? Неужели ты не понял, что сейчас я обращаюсь к тебе? Неужели ты не понял, что сейчас надо обратиться? Подумайте о людях, которые были вокруг Христа. Сколько они слышали Слово Божье. Но потом ожесточились. И никакой хлеб, никакая рыба, никакие чудеса и знамения, ничего уже не могло им помочь. Написано, что когда Христос приблизился к городу, это было перед последней неделей. Помните Пальмовое воскресенье? Верное, когда мы спали. Христос приближается к Иерусалиму, и написано, что он смотря на него заплакал. Он посмотрел на город и начал плакать. Христос плакал только дважды. Прослезился на похоронах Лазаря. А здесь он плакал. Он на кресте голубов и даже не плакал. А здесь он плакал. О, если б ты хотя бы в этот день узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя. И побьют в тебе детей твоих. И не оставят камня на камне. За что? Не за то, что самое грешное. Не за то, что самое грешное. За то, что ты, что? Не узнал времени посещения твоего. Сегодня, возможно, здесь сидят люди, для которых сегодня день посещения вашего. И если вы ожесточите свое сердце, это самое лучшее, что мы можем сделать. Самое лучшее. Самое лучшее. Это не ожесточать свое сердце. Самое лучшее же сказать, Господи, сегодня день посещения меня. Я сегодня слышу, ты меня обнажил. Наша душа обнажается перед Господом. Насколько важно понять время посещения. Люди верующие, если вы заблудились в чем-то, сегодня день посещения. Людям сложно смотреть на кого-то. Сравнивать, защищать, покрывать чьи-то дела. Мы же родственники перед что-то типа этого. Посмотреть надо на Господа. Смотрите, братья, чтобы в ком из вас не было сердца лукавого и неверного. Чтобы вам не отступить от живого Бога. Но наставляйте друг друга каждый день, так коли можно сказать сегодня, нын. Чтобы кто из вас не ожесточился, обрестившись Богом. Бог посещает людей. Бог посетил не только сыновей, но Бог посетил и самого Илью. Священник Илью. 27 стих. И пришел человек Божий к Илью и сказал ему, так говорит Господь. Кстати, мы не знаем, кто этот был человек. Реально не знаем. Не открылся ли я дом у отца твоего, когда еще они были в Египте и в доме фараона? Не избрал ли я его из всех колен Израилевых, себе, в священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему? Чтобы выскорял Фимеам, чтобы носил их вод передо мной. То есть выполнял весь труд. И не дал ли я дома отца твоего от всех огнем сжигаемых жертв сынов Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые я заповедовал для жилища моего? И для чего вы, для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих? Уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля. Вот посмотрите, проблема в чем была, оказывается. Вопрос стоял так. Мои сыновья обеспечивают меня, поэтому я закрою глаза на Египте. Потому что если их обличать, они перестанут давать мне то, что я хочу. Но Бог говорит, ты их предпочел, но не меня. Хотя вот этот выбор у меня всегда есть. И он всегда сложный. Родители, подумайте, у вас есть дети. Кого вы всегда предпочитаете другому? Я так говорю, как отец, я понимаю, чем мы говорим. Можем ли мы всегда предпочитать Бога? Должны, друзья. Должны всегда Бога предпочитать любому другому человеку. Все, что мы имеем от Господа, это Его милость, это Его благодать. Для чего же вы предпочитаете сыновей, а не меня, говорит Господь. Это был серьезный грех. Последствия этого греха никто не мог контролировать, даже Игорь. Его собственные дети стали неуправляемыми уже. Жить в открытом блуде они начали, люди стали приносить жертвы, то есть поклоняться Господу. Вообще, весь смысл того, что они делали, он куда-то исчез. Потерялся смысл. Я знаю семью, где родители очень сильно восхищались своими детьми. Они самые талантливые, они самые музыкальные, они самые лучшие. И вот все на фоне их детей, это понимать это никто, а вот мои самые-самые. Ну, восхищаться своими детьми, это неплохо. Но вы знаете, что в конце концов произошло? Примерно то же самое. Вроде бы служили в Богу, пели. Хорошо, музыканты все. Но сегодня, посмотря на их жизнь, можно сказать, что мама с папой когда-то предпочли своих детей Богу. Они уже имеют судимости. Двое из троих неверующие. Уже с такими историями, о которых даже стыдно вслух говорить. А мама с папой уже ничего не могут сделать. Встречаешь, спрашиваешь. Да, надо молиться за нашим детей. А в свое время, что вы делали? Все были плохие. И те дети плохие, и те. И этот плохой проповедник не такой. Проповедь не тает. В церкви жарко. И то, и то, и то. Все плохо вокруг. Только сегодня молитвы уже тоже не помогают. Стыдно людям глаза даже смотреть. Друзья, важно не только знать Бога. Важно не только знать свой долг, Божий Слово вспомнить. Важно знать посещение Бога. Момент, когда Бог обращается к нашему сердцу и говорит, раскаясь, обратись ко мне. Доверь мне свою жизнь. Потому что последствия ты не сможешь контролировать. И последнее. Важно знать и суть Божий тоже. С 30 стиха и дальше. Почему так говорит Господь Бог Израилев? Я сказал, когда дом твой и дом отца твоего будут ходить при лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь. Он говорит, я когда-то так сказал. Но теперь говорит Господь. Да не будет так. Ибо я прославлю прославляющих меня, обеславящих меня будут построены. Наступая дни. Посмотрите. Все потомки будут умирать не дожив до старости. Я подсеку мышцу твоего, мышцу дома отца твоего. Так что не будет старца в доме твоем. Я не отрешу тебя всех от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах. В 33 стихе. Он увидит, как Божий ковчег выйдет из дома Божьего, но не увидит, как он вернется. И ты будешь видеть бедствие жилища моего. И позже так и случается. Израиль вступает в войну. Сыновья все напыщенные. Хватают ковчег. Сейчас мы понесем религиозную реликвию на войну и мы победим. Или видит, как ковчег Божий уходит из дома Божьего. Но больше никогда не видел, как он вернется. Его сыновья умрут в один день. Они оба умрут в один день. Говорит человек Божий. И так и случилось. На этой войне они оба умерли. В один день. И потомки Илья, они будут людьми нуждающимися. Всякий оставшийся из дома Божьего. Придет кланяться ему из-за горски серебра, куска хлеба и скажет, причисли меня хоть к какой-то левицкой должности, чтобы мне иметь пропитание. Решения, которые несут последствия потом. Потому что все наши решения имеют последствия. Мы имеем выбор сегодня, передать благословение, либо Божьи суды. Мой призыв нам сегодня, друзья, знать Бога. Знать свой долг. Чтобы передать благословение людям, которые, детям нашим, внукам, окружающим. Я знаю столько примеров, когда родители передали своим детям неблагословение, а проклятие, простите за это. Потому что жили греховно. Потому что не раскаивались. Потому что не знали времени посещения. Либо отвергли его. И когда его отвергли, отвергли Бога. А потом рвут на себе волосы. А я пожилой. А некому никто не придет. Никто чашку воды не принесет. Умирают в нищете. Это последствия, которые... Это плоды, которые... Семян, которые были посеяны в какой-то момент. Если бы человек только остановился. И только раскаялся перед Господом. В заключении. Или и так и не покаялся. Священник или и не покаялся. Дети его не раскаялись. Все, что Бог сказал, все случилось. Друзья, когда мы слышим Евангелие. Отклик сердца всегда есть. Либо мы смиряем себя перед Богом. Либо мы ожесточаем и говорим. Да нет, у меня все получится. Второй вариант. У Бога все получится. А у тебя ничего не получится. Как важно знать время посещения Своего? Когда Бог посещает наше сердце. Последние стихи, наверное, будем заканчивать. 35 стих. И поставлю себе священника верного. Он будет поступать по сердцу моему. И по душе моей. И дом его сделаю твердым. И он будет ходить перед помазанником и во все дни. В каком эти слова? Да, они в первую очередь об Иисусе Христе, о священнике, который проявил верность и дал, например, как проявлять эту верность. Дом Божий, дом Христа, Церковь Божия, кто стоит всегда. Но это также слова и о каждом человеке, кто что сделал? Смирился перед Богом и стал священником в глазах Божьих. Понимаете? Вот благословение. И если ты доверишь свою жизнь Богу, если ты будешь знать, будешь исполнять свой долг, если ты будешь жить по Слову Божьему, ты не будешь идеальным, Бог будет тебя призывать к переменам, ты будешь раскаиваться. Если ты будешь знать последствия нераскаянного сердца, то ты будешь поступать по сердцу Божьему. Бог сделает тебя твердым и будешь ходить перед ним.